МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Да будет свет! Завершились работы по замене светильников на улице Зернова. Свободный Тибет. Саровский драматический театр представит зрителям новый спектакль. Быть добрым значит быть счастливым. 13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Далее расскажем обо всем подробно. Завершились работы по замене светильников на улице Зернова от 3 КПП до улицы Московской и обновление уличного освещения на участке дороги на перекрестке улиц Павлика Морозова и Чкалова. Подобные работы запланированы и на следующий год. Подробности далее. Дни становятся все короче. На часах только начало 5-го, а на улице уже практически ночь. В такой период проблема плохо освещенных домов и улиц становится особо актуальной. Сейчас видите, вот здесь вроде горит, а вот по Мозруку туда в Старый район едешь, там еще пока не горят. У нас на детской площадке, наверное, патастрофически не хватает освещения. Это 22-й микрорайон. А на улицу, в принципе, вроде неплохо. Проблема уличного освещения в городе остается актуальной. Особенно остро она касается внутриквартальных территорий Старого района, поскольку в рамках советской застройки развивалось придомовое освещение у подъездов. В самих дворах света порой катастрофически не хватает. В прошлом и в этом году администрация города достаточно существенно продвинулась по этому вопросу. В этом году разработано 24 проекта для того, чтобы обеспечить освещенность различных дворов в старой части города. И уже 6 объектов мы защищаем в настоящее время в рамках инициативного проекта «Вам решать». Уличное освещение уже обновили на участке дороги на перекрестке улиц Павлика, Морозова и Чкалова. Более 170 светильников заменили на Зернова, а именно от 3-го КПП до пересечения с Московской. Ламбы поменяли на светодиодные. Работы были проведены фирмой УНИК, с которой был заключен в установленном законодательном порядке контракт. И мы добились нормативного уровня освещенности как проезжей части, так и тротуаров. При этом потребление электроэнергии на освещенность, соответственно, сократилось, потому что светодиодность считается более энергоизберегающей. Работы по замене светильников и дополнительному освещению пешеходных переходов запланированы на следующий год на улицах Харитона, Павлика Морозова, Менделеева, Московской. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 29 саровчан скончались от коронавируса в октябре. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России подвело итоги за прошлый месяц. Эпидемиологическая обстановка в Сарове оставалась острой из-за роста заболеваемости COVID-19. Всего за октябрь зарегистрировали 2647 случаев коронавируса. 360 из них среди детей. По мнению эпидемиологов, негативную роль играет то, что саровчане игнорируют элементарные противоэпидемические правила, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Глава города Алексей Сафонов провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Исполняющая обязанности главного санитарного врача Наталья Фенина доложила, что после четырех ноябрьских выходных в городе зарегистрирован высокий рост заболеваемости. Это обусловлено в том числе и тем, что медицинские работники берут ПЦР-тесты у всех пациентов с признаками ОРВИ. Ежедневно лаборатории проводят более 600 анализов. Заместитель главного врача КБ-50 Вера Маслова отметила, что увеличилось количество летальных исходов. Сейчас в стационаре в тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них 11 на аппарате ИВЛ. Еще 11 саровчан перевели в Приволжский окружной медицинский центр. На амбулаторном лечении около полутора тысяч человек, из них 174 ребенка. В клинической больнице номер 50 прорабатывают вопрос об открытии нового ковидного поста, который будет рассчитан еще на 25 коек. Также в помощь саровским медикам из помпс прислали реаниматологов. Оперативный штаб призывает горожан соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию. И напоминает, что вакцинация – один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания. Консультации по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут специалисты сектора по охране прав детей Департамента образования. Консультации пройдут в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» 19 ноября с 10 до 16 часов по адресу улица Гагарина, 6. Предварительная запись по телефону 95 570, 95 571 и 95 572. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом напоминает Федеральная налоговая служба. Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, а также в банке, на почте или в МФЦ. Если налогоплательщик не уплатит налоги вовремя, то со 2 декабря налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пений. 239 пьяных водителей задержали в Нижегородской области за первую неделю ноября в ходе рейдов в рамках проекта «Трезвая осень». 13 из них на основании информации, полученные от нижегородцев на телефон 112. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. За 10 месяцев на территории области зарегистрировали 416 ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Жертвами стали 89 человек. Подведены итоги конкурса инклюзивных практик «Русатом. Равные возможности». Он проходит среди городов, присутствуя госкорпорации в рамках проекта «Высоко над головой». Проект «Город единства непохожих» клуба общения «Лотос» молодежного центра вошел в число победителей. Напомним, благотворительный марафон «Город единства непохожих» успешно работает в Сарове на протяжении 15 лет. Его главная цель – адресная поддержка молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В Саровском драматическом театре премьера спектакль «Свободный Тибет» вырос из эскиза, который поставили на творческой лаборатории в рамках проекта «Театр нации» и «Театром атомных городов» при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Подробности далее. В самой обычной квартире вдруг вырастают скалистые горные хребты, расстилаются горные озера, поют птицы и ангелы. В этом и реальном мире нет границ, рамок и непреодолимых препятствий. Попасть сюда может не каждый. Эти люди обладают особым видением. Они открыты, наивны и порой не способны защититься от жизни реальной. Такими предстают главные герои спектакля «Свободный Тибет». Три главных персонажа. Им это обыденность, быт. Он им не близок. Они как бы не вписываются на обочине жизни, так скажем. И они не могут принять быт, и поэтому фантазируют. Там даже есть такая фраза «Она от жизни прячется». Режиссер сопереживает каждому герою своего произведения. Своим альтер-эго Антон Морозов считает мальчика Алешу. У этого персонажа есть легальное право фантазировать. Ему всего 12 лет. Главные герои уже в том возрасте, когда такое поведение кажется странным для окружающих. Алеша это понимает и старается помочь взрослым снова окунуться в мир фантазий и найти, наконец, свободный Тибет. Давно читал Рома Михайлова. Это такой математик. В этом кучу всего. Математик, писатель, всякую мифологию. Он в своих рассказах, у него есть своя мифология. Несмотря на то, что он рассказывает иногда какой-то чернухи, он рассказывает это так, что очень по-доброму. Он как бы всем своим персонажам сопереживает. Мне очень важно было перенести это в спектакль. Спектакль «Свободный Тибет» вырос из эскиза, поставленного на творческой лаборатории в рамках проекта «Театр наций театром атомных городов» при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В отличие от эскиза, спектакль подробнее раскрывает реальный мир, обычный уклад жизни героев. Общий язык с актерами Антон Морозов нашел очень быстро. Это такой спектакль, который мы сочиняли вместе. И мне важно было, что это не что-то навязанное мною, а мы как бы спрашивали, мы разговаривали, что им ближе, если им это не ближе, не надо идти направо, если тебе не хочется идти направо, давай поговорим о том, почему он идет налево. И какая-то у нас такая взаимная любовь такая. И все подключены, всем это интересно. В связи с ограничениями за пандемией COVID-19 вход в театр для совершеннолетних зрителей только по QR-коду о вакцинации или об иммунизации. Приобрести билеты на спектакль можно в кассе театра и онлайн для лиц старше 12 лет. Студия Задоринки получила гран-при интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи Три Дэнс Фэктори и право на мастер-классы хореографа Светланы Лутошкиной. В конкурсной программе соровчане исполнили три танца «Черный ворон», «Сердешное» и «Жизнь закрытых городов». На интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи Три Дэнс Фэктори стирается грань между педагогами и учащимися. Ко всем предъявляются одинаковые требования. Хореографическая студия Задоринки, дворца детского творчества, на протяжении четырех фестивальных дней училась у лучших мастеров танца, пробовала себя в различных направлениях и стилях. Интересным опытом для коллектива стала и кастинг дискотека. Девчонки под заданными организаторами музыку импровизировали. И каждый хореограф по своим именным браслетам отбирал участников, которым больше всего понравились, свою команду. По итогу этой кастинг дискотеки можно было ходить к тому педагогу, чей браслет ты получил во время импровизации. Что для меня было приятно, у меня были девочки, которые получили несколько браслетов. Девочки приезжают в город Пушкино на интерактивную танцевальную лабораторию уже третий раз. Среди сильных танцевальных коллективов России «Задоринки» по праву стали лучшими. В этом году они завоевали свое второе гран-при конкурса. Этот проект научил меня легче относиться к мелочам, к трудностям. Мне очень понравился конкурс, были очень достойные соперники. Мы очень переживали, волновались, но постарались собраться и показать все, что мы можем, нашу полную силу. И очень понравится судьям. Мы уже не первый раз на этом проекте. И он мне нравится тем, что мы получаем оттуда очень много нового опыта. То есть, мало того, что это конкурс, где мы и показываем себя, нам указывают на какие-то наши, может быть, ошибки, говорят, что хорошо, что нам нужно немножечко дотянуть. Ну и мы, получается, работаем с хореографами, у нас мастер-классы. Приятным подарком для задоринок стали мастер-классы от известного хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Светланой Лутошкиной. В рамках занятий Светлана вместе с девочками сделали интересную и современную постановку. А еще задоринки получили право позвать Светлану Лутошкину в Саров для совместной работы. Это такой хореограф, в которого влюбляешься с первого взгляда, которого одновременно и боишься, и гордишься. Ну вот такие вот смешанные чувства переполняют, но я могу сказать, что девчонки получили не только хореографические навыки при работе со Светланой, но также и жизненные уроки. По итогу конкурсной программы «Три Дэнс Фэктори» задоринки получили сертификат на 50 тысяч рублей, а также сертификат на 10 тысяч рублей на участие в следующем проекте. Сейчас юные танцовщицы готовятся к февральскому концерту в Сарове. 13 ноября отмечают День доброты. Желание бескорыстно творить добро – вот что, по мнению инициаторов создания этого праздника, должно связывать людей по всему миру. Подробности в следующем репортаже. Первый официальный приют для безнадзорных животных открылся в нашем городе не так давно. Содержатся в нем только кошки, поэтому он так и называется – Мурдом. Живет в нем около 80 животных – и взрослых, и совсем еще малышей. У каждой кошки своя история, полная горечи, боли и предательства. Например, недавно в приюте появилось 8 котят. Их подкинули в монастырь в Дивееве. Одна малышка не дожила до съемки. Просто перенесли в закрытом пакете в полиэтилене. В общем, отказать мы не смогли. Работает в приюте команда волонтеров. Несмотря на то, что у всех есть семьи, работа, каждый находит время для подопечных. Надо не только покормить кошек, а убрать их лоток. Много животных на карантине. Им нужно дать лекарства, прокапать глазки, перевязать рану. И опять все по кругу. Волонтеры не жалуются. Им просто некогда сесть и начать сожалеть. Но по полнению в своих рядах были бы рады. А рук всегда не хватает. Помощь волонтеров. То есть это для нас не пустой звук. Как бы руки. Санитарные нормы должны соблюдаться в любом случае. То есть как бы животное должно себя, в принципе, более-менее чувствовать как дома. И обстановка должна быть более-менее домашняя. Минимум стресса. И также чистота, залог того, что животное будет здорово. Раз в неделю животных осматривает ветеринар. Выписывает назначение. Потенциальному хозяину кошек отдают вместе свет паспортом. Волонтеры рассказывают обо всех перенесенных болезнях и возможном носительстве инфекции. А затем консультируют по всем вопросам. Бездомных животных в нашем городе много. И ни один приют не решит эту проблему, пока люди не поймут, что надо стерилизовать своих собак и кошек. И хотя в последнее время, как отмечает Ксения, ответственных хозяев стало больше, предрассудки насчет стерилизации еще остаются. Одна кошка, в принципе, за год может наплодить ну, словно 15 котят. Минимум. Вот. И если вовремя стерилизовать свое животное, можно всего этого избежать. И то есть мы достаточно пытаемся доступно, в легкой форме объяснить людям, что нужно обязательно стерилизовать животное. Это как минимум прибавит ему годы жизни. Всемирный день доброты, который в мире отмечают 13 ноября, призван вдохновить людей на совершение добрых поступков. Например, можно помочь обитателям Мурдома. Приюту нужны и корма, и лекарства. Передать помощь можно на железнодорожную 9, строение 7, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 8 908 762 0951 и 37951. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин